Приветствую вас. Мне кажется, что для того, чтобы понять вашу проблему, нужно разобраться с тем, что происходит, что происходило и что происходит у вас в вашей жизни. Значит, вы пишите, я не могу разобраться с вашей жизни, сплошная неразбериха. Значит, давайте так, когда у человека в жизни начинается неразбериха, когда человек перестает нести ответственность, самостоятельно, собственно, за свою жизнь, либо когда человек что-то делает, что-то совершает, но при этом не осознаёт цены. То есть не осознаёт той платы, которую ему нужно внести для того, чтобы сделать выбор, который он, условно говоря, решил, значит, поплатить в жизнь, скажем так, на год. То есть тут, на мой взгляд, история, она вот такая. Идём дальше. Вы пишите, что, значит, я замужем, у нас двое детей с небольшой разницей в возрасте. Ну, здесь очень важно ответить на вопросы и прояснить. Вы когда замуж выходили, вас с мужем что объединяло, что общего было, да и есть, в принципе, между вами и вашим мужем? Что конкретно общего, между вами и что вас связывает. Вот. Это принципиально важный момент. Дальше. Какое отношение у вас к детям? Какое значение имеют дети? Как вы пришли к тому, чтобы стать, соответственно, родителями? Ведь, я полагаю, совершенно очевидно, что это далеко не самое простое решение. И, наверняка, если вы согласились, если вы решили стать родителями, то, ну, наверное, этому способствовали какие-то условия. И у меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос о том, что это были за условия. Да? То есть, вот, смотрите, какая получается ситуация. Что вас объединяет с мужем? Пока, на данный момент, не ясно. Какое у вас отношение к детям? И для чего, для чего вам дети? Так же не ясно. Понимаете? Как хорошо вы друг друга знали, или знали, или знаете. Так же не понятно. Вы говорите, что, когда я выходила замуж за, собственно, за своего мужа, когда я выходила за него замуж. Он был успешным бизнесменом. Да? Вы пишите. Ясно. Финансово были достаточно обеспечены и жили в Москве. То есть, вас, по-видимому, по-видимому, устраивало то, что человек был обеспечен и то, что он был успешным бизнесменом. Я не говорю, я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что вы называете единственное условие, пока что, по которому вы с человеком вместе, это вот, собственно, собственно, его обеспеченность. Возникает вопрос в таком случае. А что еще, помимо его обеспеченности, вас в нем привлекает? И привлекает ли? Понимаете, да? Когда я забеременила первым ребенком, мы переехали в провинцию поближе к родственникам в случае того, чтобы была хоть какая-то помощь. Хорошо. Допустим. Вы переехали к родственникам для того, чтобы была хоть какая-то помощь. Как вы сами воспринимаете это решение? Понимаете ли вы, что по факту... Ситуация такова, что ребенка... Ребенка зачали вы... Ребенка зачали вы... Да, вот именно ребенка зачали вы... Но... Но... Приехали поближе, чтобы помогали родственники. А родственники хотели помогать? Родственники обещали помогать? Почему, если ваш муж был обеспеченным, почему вы в таком случае просто не наняли там, например, сиделку? К примеру. Вот. Почему? Вы выбрали вариант... Именно такой. Я полагаю, что на этот вопрос нужно как минимум поискать ответ. Дальше. Так. А... Инициатива была моя переезда. Муж, в принципе, был не против. Ну, опять же, тут у вас, вот знаете, как-то... Как-то все неопределенно. Достаточно. То есть, вроде бы инициатива была ваша, вроде бы он был не против, а вроде бы и против. То есть, непонятно. То есть, такого какого-то, видимо, окончательного решения по этому поводу у вас не было. Вот. Тест выглядел, выглядит это примерно так. Вы ребенка родили, да, тест зашали, поняли, что там и не справились, решили прийти к родственникам. Вот. Ну. И тем самым, сделать себя зависимыми от них. Тем самым, нарушив, возможно, границы своей СМИ. Ведь вам пришлось именно переехать. Дальше. Все было замечательно до того момента, пока мой муж не стал начинять разные бизнесы, строительство, которое у него прогорело. Открытие магазина, который также недолго просуществовал. И разорился, и сейчас новое происходство, которое на данный момент не приносит денег, и все это произошло за два года. А почему ваш муж начал новые бизнесы? То есть, ну, по какой причине он начал это делать? Понимаете? То есть, видимо, 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 по каким-то одному ему понятным обстоятельствам, человек был неудовлетворен тем, что имел, и хотел иметь больше, судя по тому, что вы описываете. Вопрос здесь на самом деле такой. Почему он хотел иметь больше? То есть, как бы, опять же, да, вот, обговаривали вы это с ним? Не обговаривали вы это с ним? Говорили ли вы с ним об этом, обсуждали ли вы с ним это или нет? Понимаете? На мой взгляд, на мой взгляд, это нужно исследовать. Дальше. Так, ну и обратите внимание, да, что ваши отношения испортились после того, как у него пропали деньги, по сути. То есть, я, конечно, не знаю, но на мой взгляд, на мой взгляд, то есть, у вас отношения испортились из-за финансов, да? Серьезная история. То есть, серьезный звоночек. То есть, это серьезный звоночек в контакте того, насколько теплые и крепкие отношения, вот, между вами. Дальше идем. Так, вы пишите, мы залезли в кредиты и всем должны. Опять же. Опять же. Дальше идем. Ээээээээээ момент. Какой момент? Вы пишите, а мы залезли в кредиты. Почему мы? Если это делает ваш мужчина. Почему мы, если это ваш мужчина, как бы, ну, это ваш мужчина, не деньги. Как вы это все воспринимали? Как вы себя оставили? Что вы ему говорили? Как себя позиционировали? Я имею в виду, говорили вы ему, что то, что он делает, да, это, скажем так, вредит несколько вашей семье, да, и, в общем-то, если он ничего не поменяет, да, то вы предпримите уже какие-то свои действия. Или нет? Знаете, да. То есть тут идея, основная идея, да, именно в контексте личной ответственности вашей. Как и что я делаю в этой ситуации? Как и что я совершаю в этой ситуации? Как и за что я отвечаю? Вот. Дальше. На данный момент мы сводим ганты с концами, так как у нас двое детей и еще ребенок, его от первого брак. Ну, то есть, понимаете, да, складывает такое впечатление, да, что вы не очень хорошо знаете своего мужчину. Либо вы Сперва принимаете, да, а потом меняете свои образы, либо вы до последнего надеетесь, до последнего надеетесь на какие-то перемены. Вот. Супай, понимаете. Дальше. Так, а, значит, а, так, мы стали постоянно ссориться и высказать отношения. А, смотрите, Анжелика, да, то, что вы пишете мы, мы, мы стали ссориться. И вы сняли отношения. Кто мы? Я и ты. То есть, вы Анжелика. И, соответственно, ваш муж. Вот. Возникает вопрос. Возникает вопрос. Возникает вопрос. А из-за чего ссоритесь лично вы? Лично вы ссоритесь по какой причине? Ну, ведь, совершенно же очевидно, что, эм, у каждого есть свои основания для того, чтобы ссориться. И у вас есть свои основания для того, чтобы ссориться. У вашего мужа есть свои основания. Так какие основания есть у вас, чтобы ссориться с ним? То есть, если, если вы, грубо говоря, знали, что ваш мужчина-бизнесмен, если вы, грубо говоря, знали, то он, допустим, начинает новое дело. Что, как вы на это отреагировали? То есть, понимаете, ссора, ссора, это уже запущенный, запущенный вариант. То есть, в ссорах появляется нуждаемость тогда, когда нет, нет другого выхода, когда нет, эээ, ну, вообще нет другого, другой возможности. Вот. Понимаете? Какой момент? И, вопрос, вопрос, к вам, до того, как начались ссоры, чем вы были недовольны, чем вы были не удовлетворены, и как вы эту свою неудовлетворенность проявляли. Потому что, чё раз повторяю, ссора это уже крайний случай, это уже крайний случай, когда... Всё. Когда уже вот приспичило, когда уже бьёт через край, когда котелок полон. Знаете? Дальше. То есть важны причины, из-за чего вы ссорили. Мирились ли? Если мирились, то, соответственно, к нему приходили. Моя нервная система почетнулась, из-за чего? Я постоянно на стрессе. Из-за чего? Да? Мой муж меня не слышит, моих советов, что нужно вернуться к длинной работе, которая была в Москве, тогда нам надо выйти из этой непростой ситуации. Ну, понимаете, если ваш муж вас не слышит, значит, вероятно, у него нет причин вас слушать. То есть, если вы сразу себя не зарекомендовали как партнёр, к которому можно и нужно прислушиваться, то он вас и не слышит. То есть, если вы, ну, грубо говоря, грубо говоря, до определённого момента давали ему полную свободу действий. Да? А теперь, например, вы ему советуете что-то, что, естественно, человек не будет к вам прислушиваться. Потому что, а-а-а, с какой стати? Да, это неприятно, да, это может быть унизительно, да, но, понимаете, если отношения устраиваются с позиции, например, что я принимаю любое своё решение, например, или я ни на что не влияю, например, что вот так всё и происходит, к сожалению. То есть, э-э-э, вы не, вы себя не зарекомендовали? Всё. Вот. То есть, вы не построили равноправных отношений, вы не построили отношения взрослые-взрослые. Вот. Я не знаю, э-э, мне кажется, что вы больше занимаете детскую позицию, то есть, э-э, требуете от мужа, э-э-э, чего-то, да, вот. Не обязательно, что вы не правы в своих требованиях. Но, вопрос в том, что, что, то есть, то, как ваши требования воспринимаются, условно говоря. Вот. Дальше. Э-э, постоянно переживаю из-за детей, так как ещё они маленькие, так они ещё маленькие, и я ничего не успеваю. А что именно вы ничего не успеваете? Нам никто не помогает, ни бабочки, ни дедочки, ни няньи. Почему вам никто не помогает? Ведь вы приехали сюда, собственно, из-за этого. Из-за того, чтобы помогали. Когда, опять же, вам перестали помогать, или вам не помогали вовсе, почему вы не уехали, когда узнали, что вам не помогают, не помогают? Понимаете? То есть, нет, вот, нет у вас какой-то такой единой позиции. Её просто нет, она отсутствует, это единая позиция. То есть, ну и, на мой взгляд, немаловажный такой момент, немаловажный такой аспект, что, а должны ли вам помогать? Вообще. То есть, я уже как бы говорил, что ребёнок ваш, и что родить детей была вашей идеей. Так почему вам должны помогать? То есть, ну, конечно, дедочка и бабочка могут помочь, если захотят. захотят. Ну, а если не захотяшь? Ведь, ведь это их право, верно? Я полагаю, что вы не будете с этим спорить. Это их право, не обязанность. Помогать. У меня складывается такое ощущение, что вы рассчитываете на их, на их помощь. И рассчитываете на их помощь, к сожалению, чрезмерно. Возможно, именно поэтому вам так и тяжело. Ну, в том смысле, что вы просто оказались не в силах принять реальность, такой, какая она есть. А реальность оказалась такой, что полагаться вы можете только на себя. Вот. А я вот как-то не увидел, что вы полагались на себя только. С нянями тоже довольно такой интересный аспект, на мой взгляд. А, то есть, почему няня вам не помогает, да, это, если все упирается в деньги, то понятно. Но, если все упирается в деньги, то откуда тогда вы взяли эту няню? Муж допоздна и весь в работе, даже дома. Ну, то есть, человек, получается, что он старается, да, человек, получается, старается, значит, заработать, если я правильно понимаю, да. Вот. Вот. То есть, опять же, а как вы к этому относитесь? То есть, вот. Ну, вы считаете, что он должен по-другому, а как раньше было? Да. Дальше, так, я думал она начать работать, но как только мы собираемся ввести старшую дочь в садик, она начинает болеть. У дочери психотоматика в том смысле, что она не самостоятельна, она не самостоятельна. А я не знаю, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что и вы не самостоятельны. То есть, в смысле, что дочь ваша, она копирует поведение, это, собственно, ваше поведение, это ваша позиция, она вот такая. И, возможно, ее психотоматика, это отражение как раз-таки того, чего вы хотите, это отражение того, что вам нужно, это отражение вашей жизненной, например, позиции. То есть, чтобы у дочери, например, психотоматики не было, нужно показать ей пример, наверное, как вы думаете? Ну, нужно показать ей пример, что можно самостоятельно, что можно что-то сделать самой, что я могу что-то сделать. Ну, как бы мама говорит дочери, да, что я в этот класс могу. Вот. А то получается, что вы, как бы, от своего мужа во всем зависите, да? А дочь, она, значит, болеет, если вы ведете ее в садик. Вот. Кроме того, на мой взгляд, очень важный момент. Чем она болеет? Как она болеет? То есть, если ее болезнь, это явно, ну, как бы, ситуативная, да, то есть, это вот именно нежелание идти в садик, допустим. То у меня здесь, опять же, к вам вопрос, а почему вы идете у нее на Бладу в таком случае? То есть, ну, сколько она поболеет? Сколько, сколько она поболеет, если будет садик? То есть, тут требуются, конечно, жесткие решения, но они требуются, без них никак, без них не получится, если вы хотите чего-то добиться. Понимаете? Вот. Поэтому тут, опять же, история. Тут, опять же, нужно разбираться, да, то есть, с одной стороны, болезнь это значимое что-то, с другой стороны, а, простите, какая болезнь, что вообще происходит? Понятно, да, о чем я говорю? Дальше, так, я начал надумать, так, я запуталась, помогите, а, в чем помочь? То есть, Анжелика, вы какую помощь, какую помощь хотите? Одна. Вот, давайте, для начала, для начала, чтобы нам лучше понимать, что происходит, уберем все противоречия. То есть, нужно, чтобы не было ни одного противоречия. Вот, вы говорите, я иду на работу. Отлично, вы идете на работу, потому что, потому что, что? Ну, вы идете на работу, на работу, потому что надо. Потому что, кроме вас, да, то есть, как бы, работать больше некому. Если надо, значит, значит, и дочери, и дочери нужно, нужно донести, что надо. Вы-то сами, эээ, точно хотите работать? А если вы сами хотите работать, то для чего вы хотите работать? А если вы сами хотите работать, то есть ли у вас, значит, профессия, по которой вы хотите работать? Понимаешь? Дальше, мучаю такие мысли, если даже выйти на работу, я буду разрываться между домом и работой, таким образом просто замучаю себя, буду уставший и злой. Ну вы по-моему и так устали, разве нет? Ага, так, в даже выйдем на работу, буду разрываться между домом и работой. А нет, не будете, если работа будет вашим делом. Что-то, если вы будете заниматься делом, значит, на работе, да, если вы будете делать именно свое дело на работе, а не просто работать, чтобы работать. Работать, понимаете, какая сторона у нас. Дальше, так, мысли о работе связаны не с финансовыми проблемами, а большинством реализации себя, но в то же время понимаете, что у нас детям. Ну, объективно, детям вы, конечно, нужны, но детям вы нужны, условно говоря, здоровые и гармоничные. Детям вы нужны. Я не думаю, что если вы будете какой-то вот такой негативной, да, если вы будете деструктивной, если вы будете болезненной, если у вас будут противоречия, если вы будете не удовлетворенной, не самореализованной, вот. Я не думаю, что в этом случае дети будут сильно счастливы от того, что вы будете с ними. В этом случае даже будет лучше, если вы не будете с ними, как непарадоксально это звучит, потому что абсолютно ничего хорошего из этого не получится для детей и для вас в том числе тоже. Вот. Вот такая вот, в принципе, история, да. Поэтому я так подозреваю, что детей вы просто, ну, скажем так, может быть, используете, да, для того, чтобы не делать то, чего вам не хочется. Вот. То есть я опять же, да, опять же, я здесь могу ошибаться, я здесь могу быть неправ, безусловно, я не претендую на истину, но мне почему-то кажется, что такая история, мне почему-то кажется, что это одна из причин, вот. Понимаете? Потому что все-таки нужна такая вот определенная решительность в плане того, что вы будете делать для себя, да? Вот. А если вас сбивают, допустим, дети, то, ну, это вот, по сути, происходит такая история, что постоянно разрывается, и у вас копится, копится, как раз-таки, вот этот вот самый негатив, да, который по итогу приводит к ссорам, и это в локальном смысле, а в глобальном смысле это то, что привело вас к этой ситуации, когда вы полностью зависите от мужа, от его каких-то позиций, от его каких-то действий, вот, и сейчас вы можете только ссориться с ним, вот. Поэтому, если вы действительно переживаете за своих детей, то лучше всего вам будет все-таки заниматься сам делом, реализоваться, тогда вы и детям сможете дать больше, вот. Нежели чем сейчас вы это делаете, вот. Но опять же, опять же, если бы вы хотели реализоваться, вы бы реализовались бы до этого. То есть, я думаю, что дело здесь не в этом, я думаю, что дело здесь не в этом, не в том, чтобы вам реализоваться. Дело здесь, мне кажется, немножко в другом, мне кажется, что делать это вам просто надоело, что вы не чувствуете больше, ну, не знаю, может быть, себя защищённой, с мужем и так далее, вот. То есть, я не верю, что самореализация вас всегда волновала, иначе бы вы работали, вот. Дальше идём. Так, кто не время понимает, что детьми надо заниматься водительностью, то есть, возможно, кружки и спортивные направления. Я вот устал и запутался. А кому нужно это? Кому нужно это? И зачем? И нужно ли это всё реально детям? То есть, почему вы решили, что детям обязательно это нужно? Вот эти вот спортивные кружки там и так далее. Почему вы решили, что детям, что детям это нужно? То есть, с чего вы решили, что детям это нужно? Вы, вы как бы, доставьте детям самих себе, особенно если они пойдут в школу, например. Да, доставьте детям самих себе. Вот, они прекрасно разберутся, они прекрасно разберутся сами, что им нужно. Без вас, на самом деле. Вот. Вот. Прекрасно без вас разберутся, что им нужно. И выберут то, что им нравится, то, что им необходимо, то, что их устраивает. Вот. А когда детишек вводят по крючкам и так далее, да, это, ну, по сути, приводит к тому, что всё опять же делают за них. Ну, как вы? У нас, наверное, так же учили. Вот. Вот. Либо, либо нет, но, по какой-то причине вы выросли без инициативных. Достаточно. Вот. Вот. Тут нужно выяснять. Как и почему вы к этому пришли. Ну, я думаю, что это можно достаточно быстро выяснить, в принципе. Вот. Вот, примерно так же. Примерно так. Вы заметите, даже если вы не задаете вопрос, а это явные признаки шерпленности. Если вы не задаете вопрос, а это явные признаки шерпленности. К сожалению. Вот. На эту тему. На эту тему. И обратите внимание. Самое пристальное. Внимание. Внимание обратите. На то, что вы выставляете себя жертвой в этой ситуации, а это не совсем хорошо. И для вас не совсем хорошо, и для детей. Для детей ваших не совсем не совсем хорошо. Вот. Вот, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Примерно так можно все это прокомментировать. Я надеюсь, что вам после этого станет несколько более понятно, что с вами происходит. Я надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. И обратите все-таки за помощь его к психологу, и, соответственно, уже можно будет вам помочь. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Примерно так просто до одно из вопросов да не очень сцентрировать, но не очень сцентрированный. Примерно так ближайся одного земли.